Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси, Господи. Речи Господь, пришедшим к Нему Иудеям. Горе вам богатым, як отстоите утешение вашего. Горе вам насыщенный ныне, як взалчите. Горе вам смеющимся ныне, як возрыдаете и восплачете. Горе, икда добре, рекут вам все человецы. Пусим бы творяху лжепророкам отцы их. Но вам глаголю слышащим. Любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас. Благословите клянущие вы и молитесь изотворящих вам обиду. Бьющему тебя в ланиту подожди другую, и от взымающего теризу и срочицу не возбрани. Всякому же просящему у тебе дай, и от взымающего твоя не истязуй. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня 13 октября, понедельник. Мы с вами читаем Евангелие от Луки, главу 6, из 24 по 30 стих. А сейчас давайте с вами найдем это место в русском переводе Нового Завета и послушаем, как оно звучит. «Сказал Господь, пришедшим к нему иудеям, «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, присыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите они на видящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад». Вот такие евангельские строки в сегодняшний день мы с вами слышим. Господь говорит иудеям, но также говорит каждому из нас. Очень важно это понимать, открывая Евангелие, что здесь мы с вами находим слова, относящиеся непосредственно к моей жизни и к кому-то там, где-то и когда-то, а именно ко мне. Соответственно, каждый человек здесь волен для себя определять, руководствоваться ему словами Бога, ставшего человеком ради меня, или сделать вид, что меня это не касается, и, в общем-то, буду жить как хочу. Человек — существо свободное, и Бог свободу нашу не нарушает. Вот сегодня мы с вами слышим слова, которые, в общем-то, ведь нам очень знакомы. Знакома ситуация, хотя, наверное, не всякий человек, что ли, радостно и благодарно вот эти слова может принять. Смотрите, что говорит Господь. «Горе вам богатые, бы вы уже получили свое утешение». Иудеям было весьма неловко даже выслушивать, ведь к тому времени среди них сложилось мнение, что, в общем-то, богатство является признаком того, что ты Богу угодил. И, в общем-то, если ты человек богатый, то, значит, ты, в общем-то, благочестивый. И не нужно здесь каких-то еще доказательств. И, в общем-то, знаете, наверное, вся жизнь человеческого рода демонстрирует постоянное стремление к богатству, к власти, к силе, к славе, к могуществу, к удовольствиям разнообразным. И, в общем-то, мы с вами понимаем, что чаще всего человек именно это считает счастьем, именно от этого пытается ставить зависимость в свою собственную жизнь. Ведь, опять же, если мы посмотрим на жизнь, то не найдем, наверное, ни одного случая, когда бы богатство, скажем, действительно сделал бы человека счастливым. Точно так же нам не припомнится ни одного момента, когда бы власть сделала человека вот таким абсолютно счастливым, безмятежным, спокойным, находящимся в таком истинном состоянии. Нет, мы с вами знаем, что чем больше у человека чего-то в этой жизни, тем больше у него проблем бывает. Но нужно еще понимать, что не только здесь, скажем, сегодня говорится о богатстве как о каком-то накоплении материальных благ. Нет, богатиться можно по-разному. И да, вот еще, наверное, очень важно нам с вами отметить, что само по себе богатство, равно как и слава, как и власть, сила, еще что-то, человека не может ни погубить, ни, соответственно, спасти. Все это лишь что-то, что человек может в жизни употреблять, то, чем человек в жизни может пользоваться. Сегодня Господь как раз указывает на то, что неправильно использованный тем-то, тем-то и тем-то, человека может погубить. Ведь смотрите, Господь даже говорит, горе вам, горе. То есть ваша участь, ваша жизнь, вообще ваше состояние, оно достойно крайнего сожалению, достойно слез. Но вы, к сожалению, пребываете в этом состоянии, совершенно не понимая этого. Вы богатитесь. Да чем богатитесь? Можно деньгами богатиться, можно богатиться умом, можно считать себя богатым какими-то связями, знакомствами, житейским опытом и так далее. Но если вот это все, что у тебя есть, приводит тебя к превозношению над ближними, если это приводит тебя к тщеславию, да, и вот этому упоению, собственной значимостью, то действительно горе тебе. Горе. Потому что жизнь твоя, человек, весьма-весьма недолговременна. И однажды наступит момент, когда ты окажешься лицом к лицу, с творцом своим. Тогда ты поймешь, что перед ним ты пуст и наг, и ничего у тебя нет. Хвалиться тебе нечем, богатиться тебе нечем. Но если за эту зиму жизнь все, что у тебя было, ты истратил для того, чтобы величать себя перед людьми, чтобы осуждать, чтобы превозноситься, унижать других людей, обижать их, пользуясь своими возможностями, то, знаете, горе тебе. Да, в этой жизни ты утешался. Чего-нибудь смотреть, очень важный момент. Господь говорит, вы получили свое утешение. Святые отцы здесь толкуют это место таким образом, говоря о том, что человеколюбив, владыка наш, даже зная, что человек живет неправильно, он не перестает порой даже осыпать его какими-то благодеяниями. Помните, как Господь говорил, что Отец Небесный посылает дождь и на праведных, и на неправедных. Дождь благодати своей, дождь любви своей Господь посылает всем. Всякое малейшее, даже доброе дело в нашей жизни, оно не остается без награды, оно не остается без воздаяния. А вот и порой, как говорит толкователь, Господь видит, что человек самостоятельно стремится к собственной погибели, дабы быть справедливым. Бог в этой жизни дает ему благо. Благо, как воздание за его какое-то минимальное добро, даже если человек стремится в пропасть. Это не значит, что теперь все, человек в безнадежном состоянии находится. Нет, может остановиться, может покаяться, может исправить свою жизнь. Тогда все будет хорошо. А может и нет. Вот чтобы не было потом такого, что Господи, а как же, я там однажды котенка накормил в детстве. Что же теперь? Где же за такое мне утешение? Вот тебе утешение. Еще эти слова говорят нам о том, что не нужно в этой жизни прилепляться ни к чему. Что все оно имеет конец, имеет ограничения. Горе вам присыщенные ныне. Да, смотрите, слово не насыщен, даже присыщенные. То есть человек, стремящийся к присыщению. Так такая превосходная степень. Это приставка «при». Что то есть и больше, и больше, надо еще, и еще мало, мне мало, всего мало. И жизнь моя направлена на то, чтобы как можно больше чего-то обретать. Чтобы все было больше. Ни добра какого-то, ни любви, ни милосердия, ни сострадания, вот чего-то вот такого. Больше земного. Всего мне мало. Ступит момент, когда ты увидишь, что у тебя ничего нет. Да, ты считал себя в земной жизни таким вот имеющим что-то. Однако ты окажешься нищим. Горе вам смеющийся ныне. Не нужно думать, что Господь как-то запрещает радость. Нет, здесь можно с другой стороны посмотреть. Человек, скажем, ты смертельно больной. Если ты вот сейчас что-то в жизни не поменяешь, то ты действительно погибнешь. Ну, не до кого-то смеха, не до пустой жизни уже. Времени-то нет. Давай-ка уж соберись, что-то в жизни поменяй, спасись. А ты вот так вот проводишь жизнь свою. Как вот, помните, в басне Крылова «Стрекоза и муравей». Лето красное пропело, и глинуться не успело, как зима катит в глаза. Так же вот и жизнь наша. Проходит ли это жизнь, наступает зима, а готов ли ты к этой зиме? Горе вам, когда люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали лжепроками отцы их. Ну, тут суть этих слов такая, что всем угодить невозможно. Если ты человекоугодник и живешь, чтобы тебе только лишь хорошо говорили и хвалили, то знай, ты будешь вынужден обманывать, ты будешь вынужден творить зло буквально, потому что порой тебя не похвалят, пока ты грех буквально не сделаешь. Так вот, горе тебе, если вот ради вот этого тщеславного мнения людей готов переступить через правду. А дальше Господь говорит уже, да, христианам слушающим, вам говорю, не будьте такими, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молите забежающих вас. Казалось бы, как вот эти связать, да, предыдущие слова с этими? Ведь предыдущие все говорит о как раз ситуациях, которые чаще всего нарушают заповеди любви. Человек, стремящийся к богатству, он, мы знаем, как порой идет по головам других людей, равно как стремящийся к власти, там, присыщению, еще чего-то. Чаще всего там, знаете, не до любви, не до сострадания. Господь говорит, что вы мученики, мы, вы не будьте таким. Не будьте. Будьте всегда готовы на всякое добро. Будьте готовы всегда уступить. Отдай вон рубашку и верхнюю одежду. Отдай. Лишь бы был мир, лишь бы добро было, лишь была бы любовь. Это потому что самое главное. Это то богатство, которое ты, человек, можешь унести с собой. А все остальное, чаще всего, хромным счетом, ничего не стоит. Вот такие евангельские строки мы с вами сегодня успели прочесть. Читали мы Евангелие от Луки, главу 6, из 24 по 30 стих. И всем нам напоминаю о необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. Благословение Господне да пребывает со всеми нами. Субтитры создавал DimaTorzok